Как известно, 15 мая в ходе Церковно-народного собрания была создана Священная Метрополия с кафедрой в Новом Афоне. С таким решением согласились далеко не все, в том числе и в самой Абхазской Православной Церкви. Это четко дает понять заявление Экстренного Собрания Духовенства и Церковного Совета Абхазской Православной Церкви, подписанном исполняющим обязанности управляющего Абхазской Православной Церкви, Иерем, Виссарионом Апле и еще 15 священниками. Подробнее Рустам Зонтария. Как отмечается в заявлении Экстренного Собрания Духовенства и Церковного Совета Абхазской Православной Церкви, еще 15 сентября 2009 года все священники Абхазии подписали декларацию о воссоздании Абхазской Православной Церкви, являющейся многонациональной православной церковью, правоприимницей абхазского православного католикосата, прекратившего свое существование в 1795 году. В заявлении подчеркивается, что с правовой точки зрения Абхазская Православная Церковь уже существует и является полноценным субъектом правовых отношений. В заявлении Экстренного Собрания Духовенства и Церковного Совета АПЦ подчеркивается, что иеромонах Дорофей Дбар, иеромонах Андрей Ампар, один из которых запрещен в священнослужителе, а другой снят со служения в Новоафонском монастыре, и один клирик Грузинской Церкви, иеродиакон Давид Сарсания, не испросив благословения исполняющего обязанности управляющего епархией и согласие Церковного Совета устроили церковное собрание в Новоафонском монастыре 15 мая 2011 года, которое, цитата, «нельзя назвать иначе, как самочинное». В документе отмечается, что при созыве собрания указанные иеромонахи совершили поступок, не имеющий прецедента в истории Вселенской Православной Церкви, а именно пригласили к участию в собрании людей, не верующих в Господа Иисуса Христа. В Министерстве юстиции Республики Абхазия отмечается в документе зарегистрирован устав Питсунско-Сухумской епархии Абхазской Православной Церкви, где говорится о том, что Абхазская Церковь окормляет всех православных людей, проживающих в Абхазии. Решение собрания 15 мая по убеждению Иерея, Виссариона и других священников означает вмешательство во внутренние дела Питсунско-Сухумской епархии, ее разрывы и изменения ее границ без ее согласия и вопреки ее воле. Неканонически созванное собрание, состоящее в большинстве своем из лиц, чуждых православию, приняло антиканонические, раскольнические определения, отмечается в заявлении. Церковный совет Абхазской Православной Церкви призывает иеромонахов Дорофея Дбар, Андрея Ампар и иеродиакона Давида Сарсания к покаянию в грехе, учиненного ими раскола. До принесения этими священнослужителями покаяния объявляется о разрыве богослужебного и евхаристического общения с ними. Абхазская Православная Церковь также не благословляет православным Абхазии участвовать в псевдобогослужениях и подтверждает, что Новоафонский монастырь остается в составе Пицунско-Сухумской епархии Абхазской Православной Церкви. Кроме того, Церковный совет призывает православный народ Абхазии прийти на молитвенное празднование покровителя Святой Абхазской земли святого апостола Симона Канонита 23 мая в Новоафонский монастырь. И в продолжение темы, в четверг, 19 мая, на площадке медиаклуба Айнар состоится пресс-конференция исполняющего обязанности управляющего Абхазской Православной Церкви Иерем Виссариона Апля.